Примерно несколько месяцев назад я стал получать больше жалоб о багах своей сборки CS 1.6. У некоторых не отключалась акселерация мыши и управление было вялким, у других же не ставилось почему-то 100 фпс и больше. То есть больше 60 почему-то не поднималось, даже в меню. Потом я и сам все это заметил. Причем это в основном было у пользователей винды десятки, а примерно половина моих пользователей, кто играет на моих сборках, играют именно с десятой винды. Было принято наконец решить все эти проблемы и обновить сборку, поэтому здорово. У микрофона DreamXL и сегодня я в паре слов расскажу вам про обновление своей сборки. Погнали! Ролик не будет длинным, поскольку рассказывать не так много. Если что, саму сборку я уже перезалил, скачать вы ее сможете в версии 1.4 на той же странице, где скачивали ее и раньше, на сайте kshashut.ru. Ссылка будет в описании. Сам ролик больше сделан для информирования тех, кто играл или играет с моей сборки и испытывал и испытывает какие-то проблемы. Кто когда-то устанавливал и удалил из-за багов. Ну вы поняли. Короче, сборка клиента была обновлена 19 марта после успешных бета-тестов. На экране вы можете видеть некоторые отзывы от подписчиков и владельцев проектов в сфере 1.6. Что было изменено? Самое главное был пофикшен баг с тем, что нельзя было задать больше 60 фпс. Даже если отключены всякие настройки видеокарты, вертикальные синхронизации, прописанный фпс, макс, все равно почему-то не работало. Связано это было с обновлением 10 винды. Потому что раньше все же все работало нормально. Короче, сделано. Теперь можно выставить хоть 100, хоть 144 фпс, кому как угодно. Второе, не менее важно, исправлен баг с невозможностью отключить акселерацию мыши. То есть раньше при введении мыши, хоть прописываю команды для отключения акселерации, хоть нет, все равно мышь плавала. Это было исправлено. Акселерация, если что, это фильтр мыши, при котором после остановки введения она еще двигается некоторое время. Как бы тормозит. Теперь плавность и четкость управления, как в стиме, более точная. Я сравнивал лично и вообще не заметил разницы. Это были основные фиксы. Также была обновлена защита сборки, обновлен протектор, немного обновлен конфиг, там вроде бы только сенса стало чуть меньше. Вес установщика увеличился всего на 1 мегабайт, скорее это связано с обновлением протектора. Вот в целом и все, что я хотел вам сказать. Так что если кто пробовал, кому не понравилось, можете попробовать снова и еще раз, вдруг зайдет. По крайней мере тем, кто участвовал в бета-тесте, судя по отзывам, очень зашло. Ссылка висит в описании и будет еще в закрепленном комментарии. А так, сайт вы все и так знаете. CSHeadshot.ru, раздел уникальной сборки. Там она будет самая первая, верхняя. Кнопка скачать справа от скриншотов. Кто не может скачать по первой напрямую, пробуйте. Там есть ссылки на Яндекс.Диск, Мейл.Ру, Облако, Гугл.Диск. У кого сайт не открывает, если есть такие, используйте VPN. Сейчас это актуально. Сам я использую ОКО ВПН, но пока очень доволен. Никаких регистраций, скачал, установил и сразу используешь. Легкий, быстрый. Но если все же будут какие-то баги или глюки, опять вопросы, пишите в комментариях к ролику или мне в личку. Постараемся решить, если я буду знать решение. И, конечно, оставляйте свои отзывы и ощущения от игры на сборке. Ее попробовали уже тысячи человек за эти почти 7 лет. И это очень, на самом деле, многие кто доволен. И да, кстати, я забыл сказать, что, скорее всего, на других моих сборках тоже есть эти баги и проблемы. Поэтому, если сейчас все пройдет гладко, будут хорошие отзывы и так далее, то мы в будущем, в ближайшие, может быть, дни, может быть, месяц, плюс-минус, обновим все остальные тоже сборки. И, соответственно, об этом будет отдельное уведомление. Там же есть у меня некоторые файлы, которые подойдут для обновления сборок. Там для женской сборки есть модельки обновить и так далее. Поэтому, если вдруг у вас есть какие-то предложения по поводу того, какие внести изменения в другие мои сборки, например, кто-то играет на лаве, кто-то играет на CSGO версия 2 сборки или еще на каких-то, то пишите в комментариях, буду рад почитать и прислушаться к вашему мнению. Спасибо всем за просмотр и до новых встреч. Пока-пока. Продолжение следует...